Несмотря на некоторое майское затишье, события происходят, жизнь кипит, и сегодня мы как раз поговорим о том, что произошло на истекшей неделе в республике. Неумолимо приближаются подведения итогов праймерс Единой России, вот этого как бы внутреннего голосования в как бы партии за выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. На мой взгляд, компания, которая собирается вот внутри этого эмпирического списка Единой России по республике, по крайней мере, на мой взгляд, все больше и больше напоминает персонажей Романа Виктора Гюго «Отверженные», потому что если так начинать смотреть, кто туда в последнее время пришел или кто там уже давно болтается, то это господин Сидякин, безнадежно проштрафившийся в администрации главы республики и, видимо, пытающийся скрыть остатки своей репутации в депутатстве в Госдуме, ну, там, вечно кочующий пиндос Монсон, Шамиль Валеев, которого все давно за глаза называют чемоданом без ручки, Валериан Гагин, который безуспешно пытается там-сям хоть где-нибудь построить какую-нибудь недвижимость под видом культурного центра «Облака», госпожа Айткулова, профессиональная подруга любой первой леди, какая бы она ни была у нас первая леди, госпожа Айткулова, у нее всегда первая подруга. Ну и вот на этой неделе этот список пополнила Милана Скоробогатова, которая при трагических обстоятельствах не смогла стать уполномоченной по правам человека в республике Башкортостан, потому что внезапно на арену цирка ворвался господин Закамалдин, которого лишили всех должностей, и господин Закамалдин сделался у нас уполномоченным по правам человека. Ну, конечно, кому, как не бывшему менту, генералу МВД, быть теперь правозащитником и приглядывать за правами человека. Ну, это понятно. Отдельная история, в общем-то, традиционная, комическая, трагическая, фарсовая для России. Но, тем не менее, Милана Маратовна, отбыв 10-летний срок на посту омбудсмена по защите интересов детей, не смогла перейти на другую, более, значит, такую, скажем, значимую должность омбудсмена по правам человека. Не перепал ей 480 тысяч зарплаты в месяц, персональный автомобиль, офис и прочие приятные штучки. Теперь Милана Маратовна в отчаянии ломанулась на праймеры с «Единой России» в надежде избраться хотя бы в госсобрание на промежуточных выборах. Прямо скажем, неадекватная замена одного на другое, но, повторюсь, отверженных в этом списке становится все больше и больше. Ну, если уж козетту нашли нам в праймеры с «Единой России», то осталось найти горбуна. И этого горбуна наверняка вполне себе мог бы исполнить Ренат Баширов, который тоже вполне подходит уже под категорию вот этих отверженных, потому что косяков, наделанных им на рабочем месте, более чем достаточно для того, чтобы каким-то образом его отфутболить вот в эту вот команду «Отстойник», команду «Единой России». Возможно, Ренат набрал бы там пару-тройку голосов на этом праймерис, но у него еще есть неделька, чтобы войти в этот скорбный список. Упоминая о многочисленных ошибках, косяках и промахах господина Сидякина на посту руководителя администрации главы Республики Башкортостан, не могу не упомянуть о последних вот этих вот событиях. И я говорю о запрете на посещение выпускных мероприятий в детских садах и школах для родителей, которые не могут подтвердить свой антиковидный статус. Это решение вызвало бурю эмоций и протестов в Республике. Люди выходили на улицу с плакатами и так далее, и так далее. В общем, на прошлой неделе Хабирову пришлось срочно подчищать за Сидякиным, в том смысле, что решение было кардинально изменено, и родителям благополучно разрешают теперь вот сегодня и в некоторые последующие дни присутствовать на выпускных в детских садах у своих детей и на выпускных в школьных учреждениях. На прошедшей неделе завершилась история с разбирательством вокруг имущества заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ильдуса Мамаева. Напомню, что у этого героя, друга, товарища, соратника Ради Фаридовича Хабирова, было обнаружено ничем не объяснимое имущество, причем огромное имущество, и вот было какое-то судебное разбирательство, и на прошедшей неделе суд постановил изъять у бывшего заместителя министра ЖКХ Ильдуса Мамаева денежные средства, истраченные на покупку иностранной валюты в объеме 113 миллионов рублей, две квартиры в Уфе, еще две квартиры в Уфе, гараж, земельные участки, два земельных участка в Анапе, два дома жилых в Башкирии, нежилое помещение, земельный участок и два автомобиля. Вот довольно продолжительный список вот этого имущества. Господин Мамаев не смог объяснить, каким образом нажито все вот это вот, и какой же такой непосильный труд ему для этого понадобился. Никаких документов и внятных объяснений происхождению вот этого богатства он представить не смог, и все это было конфисковано в пользу государства. Ну, понятно, что господин Мамаев долгие годы был государственным служащим, соответственно, доход его, в общем-то, был прозрачен и понятен, никак не совпадал с этими совершенно неимоверными суммами. Я не стал уж складывать все это вместе, но где-то там близко к чему-то, что все это вместе стоило примерно где-то полмиллиарда рублей. Откуда вот этот господин Мамаев всего лишь замминистра ЖКХ наковырял вот эти полмиллиарда, совершенно непонятно. В связи с этим у меня есть несколько вопросов. Первый. Почему господин Мамаев не подвергается, скажем так, более строгому наказанию, кроме как изъятия у него вот этих вот необъяснимых богатств? Очевидно же, что они возникли в ходе каких-то, прямо скажем, ну, наверняка незаконных действий. То есть я не буду утверждать, я не суд, не прокуратура, но как еще иначе господин Мамаев мог обрести вот эти богатства? Если исключить версию о том, что он нашел на улице саквояж с полумиллиардом рублей, то, ну, в остальном приходят на ум какие-то коррупционные схемы и моменты. Обращаю внимание, господин Мамаев всего лишь заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и даже не первый. Страшно предположить, какие активы и какие богатства будут обнаружены у господина Беляева, который полноценный министр ЖКХ и целый вице-премьер правительства. Мне очень интересно, я с нетерпением жду, когда следствие даст сводку и заключение уже ближе к суду о том, что же было обнаружено у самого Беляева. Мы уже наслышаны про вот эти странные дома с домиками для хоббитов. Там много у него всяких причудливых объектов недвижимости, но я думаю, что много и того, о чем мы не знаем, в том числе и активы нежилых помещений, земельных участков и так далее, и так далее. В общем, конечно, ждем, когда нам расскажут, что было у Беляева. Но и хотелось бы понять, почему в случае с чиновниками обретение незаконного, как установил суд, имущества не влечет за собой уголовного преследования. Много и часто говорят о дефектах избирательной системы в Российской Федерации. Но есть еще аспекты, когда выборов вообще нет. И я говорю о конструкции власти в районах, например, Республики Башкортостан. Главы районов фактически назначаются главой региона. Вернее, есть такая немножко лукавая формулировка. Глава региона предлагает кандидатуру главы района, а местный совет утверждает или не утверждает эту кандидатуру. Ну, сами понимаете, как правило, утверждает. Однако все-таки формально местный совет определенным образом влияет на назначение главы. И вот именно это, то, что совет назначает главу района, как правило, и время от времени выливается в некоторые коррупционные или, прямо скажем, подозрительные события и обстоятельства. Я говорю, например, о Мелиузовском районе Республики Башкортостан. Там есть такой глава, Рустем Шамсуддинов, который сидит на своей должности с 2018 года и уже скоро-скоро ему переизбираться. А еще там есть глава местного совета. Александр Васильевич Субботин. И вот, понимая, что господин Субботин будет в конечном итоге играть немаловажную роль при переназначении господина Шамсуддинова, глава района, ныне действующий глава района Шамсуддинов, принимает на работу к себе в администрацию сына господина Субботина, Никиту Александровича, зав. отделом по делам молодежи. Вот такая вот тесная связь между главой района и руководителем районного совета через ребенка, через сына. В общем-то, судя по всему, в представлении господина Шамсудинова должна обеспечить ему некие гарантии или, по крайней мере, спокойное существование на посту. Вот это слияние всяких ветвей власти, избираемых и неизбираемых, административных и прочих законодательных, у нас настолько уже многочисленное и многообразно, что вот докатилось уже и до районных властей. Причем, ну ведь все-таки район есть район, Мелиус есть Мелиус, все прекрасно все знают и понимают. Понимают, что сынуля главы местного совета становится чиновником местной администрации, ну, причем зав. отделом, со всеми вытекающими. Видимо, у парня впереди карьера, административный рост, потом, может быть, в Уфу переедет, какое-нибудь министерство пристроит и так далее, и так далее. Все это очень типично, но хотелось бы понять, не содержится ли в подобной конструкции в конкретном Мелюзовском районе конфликта интересов, законно ли это, я не знаю. Ну, может быть, кто-то из правоохранителей обратит на это внимание. Как я уже предсказывал зимой и ранней весной, ближе к лету у нас активизируются обманутые дольщики и вообще дольщики в Республике Башкортостан. Именно так и происходит. Причем в этот раз, в этот сезон, я бы так сказал, мы видим некоторое разнообразие в взаимодействии дольщиков и застройщиков. Если раньше все было однообразно и понятно, застройщик был негодяем, врагом и обманщиком, дольщики были пострадавшими, они, значит, наезжали и протестовали, требовали от застройщика завершения и исполнения своих обязательств. В общем-то, все было вот в таком вот ключе и почти у всех одинаково. Вспоминаем там Миловский парк, Серебряный ручей, Менделеевский треугольник, о котором мы сегодня еще упомянем, ну и так далее. Но в этом сезоне у нас появилась другая история. Вот я говорю как раз о ПСК-6, когда дольщики стоят на стороне своих застройщиков и требуют от городских властей исполнения своих обязательств. Ну, в данном случае мы видим ситуацию, что ПСК-6, что бы о них ни говорили, и как бы я ни относился к господину Носкову в свете наших с ним былых конфликтов, но ПСК-6 никогда не порождало обманутых дольщиков, и те, кто сейчас являются дольщиками этой компании, надеются, что этого не случится впредь. Однако поведение городской администрации и республиканских властей беспокоит дольщиков, и вот эти попытки остановить деятельность ПСК-6, прекратить строительство на двух объектах, конечно, не могут не вызывать беспокойства у тех, кто внес деньги на строительство этих объектов. Однако, понимая, что господин Греков является, по сути, марионеткой в руках Рената Баширова, мы не можем ожидать от Сергея Николаевича каких-то решительных, принципиальных и неожиданных действий. Очевидно, что его действия предсказуемы. Все, что он делает сейчас, это тратит свое драгоценное в прямом и переносном смысле время на поиск поводов для отъятия и изъятия разрешительной документации у ПСК-6. Позади него там в тени где-то маячит Ренат Баширов и машет клюшкой, отдавая команды мэру миллионного города. Но, в общем, вот так примерно мы выглядим, потому дольщики уже уповают исключительно на главу региона и даже на Путина. Я уже упоминал сегодня о Менделеевском треугольнике, этом самом продолжительном долгострое в республике Башкортостан. 13 лет ждут люди там свои квартиры. И вот на прошедшей неделе опять появились упоминания об этом объекте. Там вообще, конечно, обман дольщиков случился дважды. После того, как туда зашел новый застройщик, который как бы муниципальный был, все обрадовались, вскричали ура, им сразу дольщикам все пообещали, у вас все будет хорошо, только разрешите нам взять участок, прилегающий к этому долгострою. Дольщики, конечно, согласились. В итоге на этом участке спешным порядком возводятся здания, уже там продаются квартиры, интернет пещерит этими объявлениями. Примерно от 65 до 70 тысяч квадратный метр продается там жилье. При этом теперь выясняется, что как бы муниципальный застройщик вдруг превратился в частного. Какая-то очень странная метаморфоза произошла с этим мупом. По некоторым оценкам, 3 миллиарда имущества, которое было на этом мупе, перешло частному собственнику в частное предприятие. Там была довольно-таки простенькая схема. Муп вошел на 10% учредителям в какую-то ошечку частную, передал туда имущество на 3 миллиарда, и на этом все закончилось. В общем, совершенно незамысловатая схема. Я не понимаю, почему до сих пор следователи Следственного комитета не изъяли документы и не схватили за руку там всех, кто к этому причастен, а там пофамильно сотрудники мэрии и вот этого мупа известны. Но ВОЗ и ныне там, дом строится, но, как выясняется, он никакого отношения не имеет к интересам этих дольщиков, которые, собственно, и разрешили рядом с ними строить еще одно здание. То есть это, конечно, было такое самое простенькое, примитивное и наглое, Кидалова. Продолжаются 13-летние ожидания этих квартир. И, по моим сведениям, дольщики Менделеевского треугольника уже готовы к активным протестным действиям, как и многие другие. Вообще, в последнее время, гуляя по чатам дольщиков разных объектов в Башкирии, я обращаю внимание, что риторика становится все более и более агрессивной, резкой, решительной, потому что люди уже вообще не ведутся на какие-то там предложения подождать еще чуть-чуть и вот-вот случится счастье. Судя по всему, впереди у нас серьезный взрыв, недовольство вот в этой сфере. Я полагаю, что он непременно будет приурочен к выборам, потому что это логично. Хотя бы потому, что именно в этот период больше внимания будет уделять власти любым протестным акциям, соответственно, ну вот, это было бы, скажем так, разумно и рационально устраивать эти протестные акции именно в период, который будет предшествовать выборам. Ну, опять же, подключится интерес партии и так далее. То есть дольщики уже вот это понимают. Если еще там несколько итераций назад они не понимали, насколько актуально это, ну, звучит и происходит перед выборами, то вот сейчас уже понимают. Более того, все чаще и чаще я вижу, что, как бы, обращения с претензиями, с требованиями идут уже в адрес непосредственно главы государства, а вовсе не главы региона. То есть напрямую к Путину и в письменной, и в другой там аллегорической форме обращаются дольщики. В общем, впереди у нас очень интересные и скандальные истории, я думаю, будут летом. А если говорить детально о том, что произошло на прошедшей неделе по обманутым дольщикам и вообще подольщикам, которые еще не обмануты, но очень боятся стать таковыми, то некоторые события происходили вокруг ПСК-6. Там такой происходит обмен любезностями, обмен претензиями, ударами, ну, как бы, называйте, как хотите. Но на прошедшей неделе Алла Яковлева со своей подружкой Настей отправились в Белый дом к Хабирову. Меня вообще умиляет, насколько эта девушка Яковлева самоуверенна и полагает, что, ну, видимо, Хабиров в ее представлении только и делает, что пьет чай у окна и ждет, когда же Алла к нему заявится с усилидным, значит, заявлением, претензией или еще с чем-нибудь. И в этот раз, в общем, эти две отважные девицы отправились в Белый дом, стали туда по своему обыкновению ломиться, хотя, в общем-то, можно попасть туда заведенным порядком, но, в общем, очевидно, что целью было привлечение внимания. Это им удалось, привлекли они внимание каких-то мелких клерков и полиции. С удивлением обнаружили, что Хабирова нет на месте. Вот изумлению Яковлевой не было предела. Она так удивилась, что как нет на месте, то есть что он все еще не ждет меня. Ну, в общем, конечно, было очень смешно. Вот эти вот две девушки, вот эта вот Зита и Гита Баширова, Настя и Алла, они уже, конечно, играют такую, ну, немножко комическую роль, особенно учитывая их вот эту психоневрологическую конструкцию. Оно вот, очевидно, бросается в глаза, что они исполняют какую-то, то ли ими самими выдуманную, то ли кем-то подсказанную роль, то ли это второе подсознание там у них работает, я не знаю. Но, в общем, очевидно, выглядит это искусственным. Кое-какие детали по ситуации с Садовым кольцом мне стали известны на прошедшей неделе. Я побеседовал с одной из дольщиц ЖК Московский, зовут ее Анна, фамилию называть не буду, но она, как говорится, есть в редакции. И я уже теперь вот понял, что там происходит. И происходят там довольно странные вещи. Ну, мы все помним о том, что вот с приходом Хабирова появляется некая красногорская компания «Садовое кольцо», которая берет на себя обязательства по достраиванию долгостроя господина Бадикова компании «Госстрой». Бадиков за один рубль передает им все эти активы, они берут на себя обязательства, значит, достроить эти недостроенные дома, за что им полагаются компенсационные участки, на которых они возведут дома, получат прибыль, ну и так далее, и так далее. В общем, вокруг этого было очень много разговоров, вокруг этого было всевозможное действие прокуратуры, которое оспаривало выделение вот этих участков, в частности, под строительство комплекса «Таухаус» около планеты. И вот теперь я узнаю детали. Оказывается, вот, например, эта самая Анна, которая еще в 2019 году должна была получить жилье в ЖК «Московский Литер-5Б», в 2019 году должна была получить по договору с Бадиковым, на данный момент не имеет ничего на руках из документов, кроме того же самого договора с Бадиковым. Собственно, вот это «Садовое кольцо», получив там всякие вот эти участки под жилищный комплекс, например, «Таухаус» и некоторые другие, плюс еще там, значит, в Мраткино какой-то комплекс строят, и так далее, и так далее, никоим образом не переоформило отношения господина Бадикова на отношения с компанией «Садовое кольцо», в отношении дольщиков, я имею в виду. То есть у них как были договора с Бадиковым, так и остались. Честно говоря, я немножко оторопел и, ну, как бы задал вопрос, а вы сейчас к кому претензии предъявляете, к «Садовому кольцу» или к «Бадикову»? По сути, к «Садовому кольцу» претензий быть не может, потому что вот у конкретной и вполне себе настоящей дольщицы Анны у нее нет оснований предъявлять претензии к компании «Садовое кольцо». Понимаете, да? У нее есть претензии только к господину Бадикову предъявлять претензии. Но тут есть один, еще один замечательный нюанс. Дольщики, например, того же самого ЖК «Московский» не могут попасть в реестр обманутых дольщиков, несмотря на то, что они уже, вот уже как два года должны были получить квартиры. Потому что теперь их как будто бы достраивает «Садовое кольцо». Но по формальным признакам «Садовое кольцо» их не достраивает, у них нет на руках документов, которые их, ну, обязывают «Садовое кольцо» к чему-то, или оно берет на себя какие-то обязательства, или оно перенимает у Бадикова какие-то обязательства. Соответственно, тут путь простой. Можно обратиться в суд с требованием признать себя обманутым дольщиком и быть включенным в реестр обманутых дольщиков со всеми последующими вытекающими. Потому что нахождение или не нахождение в реестре обманутых дольщиков, оно на самом деле принципиально важно для дольщиков и принципиально важно для решения их дальнейшей судьбы. Потому что только при условии нахождения в этом реестре можно там дальше двигаться, в том числе в направлении фонда помощи гражданам, попавшим там в ситуацию с этим долевым строительством. В общем, вот неожиданная такая деталь. Я не знал, что вот так вот все это обстоит. Я, честно говоря, полагал, что «Садовое кольцо» на руки дольщикам Бадикова выдало другие документы с другими обязательствами. Ну, собственно, теперь, наверное, есть смысл создать прецедент обращения в суд на Бадикова именно от лица жителей ЖК «Московский». Завтра, 23 мая, воскресенье, в 8 часов вечера состоится у нас 34-й стрим «Открытой политики». Подключайтесь, поговорим. Можете присылать заранее вопросы на стрим, если вы не можете подключиться. Причем удобнее всего и оперативнее всего будет, если вы вопросы пришлете вот под этим видео, которое сейчас смотрите. Оно ближе всего про хронологию, и мы быстрее всего увидим эти вопросы. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы все еще не подписаны. Напомню, что две трети наших зрителей смотрят, не подписавшись на наш канал. Ставьте лайки, помогайте нам любым всевозможным способом, который есть в вашем распоряжении. Мы публикуем номер счета, мы даем возможность стать спонсорами нашего канала, причем спонсорство это имеет довольно широкий спектр по суммам. Мы всегда за это благодарны, мы, собственно, на это всегда опираемся, и это есть подтверждение того, что мы делаем что-то нужное и полезное для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова